Хлопковый шнур с полиэфирным сердечником. Пожалуй, это главное сырье и компонент в деле Марины Ливертовской. Мастер делает сумки, аксессуары, предметы быта. Труд ручной, но отчасти механизирован. Есть две современных швейных машинки. Их основатель мастерской использует в зависимости от диаметра шнура и метода сшивания. При организации собственного дела Марина получила социальный контракт. За его счет и обустроила техническую часть. Для дальнейшего продвижения на рынке стала участником городских предпринимательских программ и выставки, сделанного Бакани. В каждую такую вещь выложен огромный-огромный труд. И не просто труд, но и большая-большая любовь. Очень радостно, когда хобби, увлечение какое-то, да, выходит в нечто большее. Это когда человеку недостаточно делать что-то для себя, а хотелось бы этим делиться с окружающими. Ну и вдвойне, наверное, приятно, когда за это удовольствие, когда ты сам что-то создаешь, тебе еще и платят деньги. И вот это совмещение увлечения и возможности извлечения из этого увлечения прибыли, это очень-очень хорошо и интересно и уникально. Поэтому я очень рада, что мы, жители города Бакана, имеем такую возможность. Вот эту частичку любви, которую Мария с каждым изделием передает, взять и кому-то подарить или использовать для себя. Своё основное сырье Марина заказывает в Новосибирске, как и прочие составляющие. Даже в таких нишах российский рынок смог заместить международный после недавних экономических перемен. Недалеко от нас, у них постоянно поставки, всё время в срок, всё время качество. Я уверена всегда за качество своей продукции. Также у них есть фурнитура, есть крышки, которые мне тоже необходимы для моих корзин. Более подробно о том, как организовано такое производство, расскажем в следующем выпуске программы «Сделанного Бакани» в среду, 7 февраля. Константин Аникин, Артём Мазараков. Новости.